Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Я хотел бы попросить вас быть реалистами. Друзья, я говорю вам, любой может остаться в этой стране. Но когда вы мечтаете о профессиональном пути, вы всегда должны понимать, что есть какие-то обязательные свойства ваши, которые помогут вам остаться. При том, что вам надо нравиться работодателю, надо много чего делать, сертификат иметь и все остальное. Когда вы говорите, я буду вот это и вот это, давайте так. Ну, предположим, вот я хочу быть классным Руфпламером. Вот я смотрю на своих студентов, они зарабатывают по 200 тысяч долларов в год. Все. Нет, не все. Я знаю этих людей лично. Я имею в виду работодателей. Конечно, я могу прийти и сказать, слушай, я покупаю машину, я учусь. Потом я беру ребят, даже они у меня выкупают эти машины. Я даю им даже кредиты беспроцентные. Короче, у меня все завертится. И я знаю, как это делать. Как полгода я буду работать там, на крыше, осваивая ручками все эти навыки. Ребята, я должен как минимум сбросить 20 килограммов и столько же лет, чтобы быть конкурентно способен и работать там. После этого, если мне нравится эта работа, если я имею инженерное мышление, может быть, не испортив отношения с контракторами, я буду брать субконтракты, ставить своих людей. Я говорю, да, если мне, уже мне это захочется, а я гражданин этой страны, а у меня нет проблем с английским языком на этом, скажем так, уровне. Я говорю, на этом уровне. А так проблемы, конечно, они есть. И, а у вас нет проблем? Как может, допустим, человек говорить, я буду работать бухгалтером. У тебя нет даже пять с половиной, надо все семерки академические. Это чтобы подтвердить квалификацию, показать, сколько ты систем знаешь, accounting, information systems, показать твой опыт и многое, что еще. Но первое – это подтвердить квалификацию, получить работу, знать английский язык. И, ребята, есть какие-то условия, и я не вижу возможности для тех, кто вот говорит, я хочу. Хочу, значит, могу. А могу, значит, я очень постараюсь достичь всего этого уровня, при том, что если это физически вообще возможно. Поэтому у этого бухгалтера нет возможностей работать бухгалтером и остаться в этой стране. То же касается самой простой, допустим. Симпатичная девочка учила немецкий язык и знает его очень плохо. Английский не знает вообще, приехала сюда. Каким образом она будет продавать кофе? Я подозреваю, что можно будет сделать эту RSA или какое-то там кофе бариста, RSA продавать пиво. Shop Assistant ничего не подразумевает. То есть вы можете работать в магазине без всякой лицензии. Но, ребята, вам надо общаться. Здесь какой-то уровень хотя бы пятерочки интермедии английского нужно иметь. Если вы вообще не понимаете английского языка, в принципе, такие люди приезжают. Я согласен, через месяц-два не проблема. Молодежь это достаточно быстро расхватывает. Но это месяц-два, а не сейчас, как многие хотят. И я вам говорю, ребята, когда вы относитесь очень плохо к изучению английского языка, а у вас всегда есть отговорки, что вы его не учите, вы попадаете в ситуацию, когда вы не можете остаться в стране, вы не можете идти тем путем, который вы хотите, который я очень хочу, профессиональный ваш путь. Потому что я, конечно, покажу людям. Смотрите, вот Вася Пупкин, он ведь остался по профессиональной эмиграции. Он приехал с Александром Петровым, и он остался. Класс! Но Вася Пупкин сможет это сделать только, когда будет английский. И сейчас у Васи Пупкина нет времени, он работает, он еще что-то делает. Он делает все, что угодно, но не учит английский язык. Поэтому, дорогие друзья, всегда будьте реалистами. Всегда старайтесь по максимуму совершить то, что вы должны сделать, чтобы ваши dreams come true, да, то есть, чтобы осуществились ваши мечты. В противном случае я не сказочный. Вот что-что, я не могу за вас выучить английский. Нет, я могу, но я же не могу пойти и сдать его. Я могу на все восьмерки. Я могу. Но проблема в том, что даже мне на все восьмерки IELTS надо от полугода до года, ребята, это серьезно. Те люди, которым надо. Да, вот мы, у нас, ну, такой уровень, ну, не знаю, там, четверочки школьные. Вы просто понимаете, что школьная четверочка, да? И вы думаете, что вы за полгода сможете выучить английский для всех восьмерок или там 8-8-7-7 какие-то, там, 7-7-8-8, не помню. И вы пойдете куда-то, куда вы пойдете. Это невозможно, дорогие друзья. Это даже для очень молодого усидчивого человека это невозможно. Но это уходят годы. Пяти другое дело, но, опять-таки, даже пяти, но это легче тест. Но чтобы вы сдали на все восьмерки, что 84 теперь будет, невозможно. Поэтому будьте реалистами. И чтобы ваши мечты сбылись, необходимо это обязательное условие. Необходимо это все закладывать у себя дома. Вы не можете, вот приехал и сразу рванул. Да ничего этого не получится. Вам рвануть надо за год до того, как вы приедете. Вот это вот, кстати, к вам, дорогие гагарины. У вас еще есть, ну, может быть, и не год, но типа того. У вас много времени, еще время было. До этого времени надо учить английский. За это время надо рабочие специальности. За это время всякие зубы и прочее здоровье сделать. До этого времени перестать пить, курить. До этого времени необходимо сбросить лишний вес. Очень много чего надо сделать, обзавестись связями. Ну, понимаете, вы приезжаете сюда, и вы говорите, ну, собственно говоря, я могу делать то-то и то-то. И пулей взлетаете по этой лестнице. Да, вас возьмут на работу. Или вы до того, как сюда приедете, как-то связываетесь с работодателем и говорите, вот, пожалуйста, я делал, вот я бы был вам интересен, вот я делал ту работу, эту. То-то, пожалуйста, видео, фотографии работодатель сказать, ну, интересно идти, а когда ты планируешь? Ну, тогда-то. Ну, хорошо, хорошо. Вот мой номер, телефончик и так далее. Я не собираюсь быть всем всегда благодетелем. Если вы как-то обойдете меня и напрямую свяжетесь с работодателем через тех же ребят, которые, в общем-то, и были здесь, и здесь находятся, я совершенно не обижусь. Вы мои студенты, вы так же мне обязаны, как и я вам, собственно говоря. Ну, единственное, ребята, не хочу. Я не хочу попадать в положение, когда я вот это смотрю и вижу, что осьминог есть, а щупалец уже нет. И вот что, только будешь моргать вот так вот глазами, а сделать ничего не можешь. Все равно какие-то щупальца будут. Но, к сожалению, у вас же есть еще и требования. То есть вот так я не буду делать вот это, как бы я на это не пойду, вот это я не хочу. И тогда у нас нет вообще никаких рычагов влияния на вашу жизнь. И я даже боюсь сказать, чем это может окончиться. Спасибо. 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 Спасибо.